Уважаемые коллеги, сегодня мы здесь все собрались с одной целью и вполне понятной для борьбы с пандемией. Какие инструменты для этого мы выберем, неважно, потому что людям главное, чтобы мы остановили пандемию, как минимум попытались ее обуздать, для того, чтобы наращивали массовую вакцинацию. Для этого, коллеги, я насколько понимаю, что все это понимают, мы сегодня собрались. Но, что происходило до этого? В декабре месяце вывели трактористов. Хотим отставки правительства. Надавили, отставка была. Кстати, уважаемый коллега, тогда солярка стоила намного дешевле, так что предлог топлива, вот он выявился, что это была политика. Сделали. Четыре месяца не можем назначить правительство. Один политик в стране три месяца блокирует работу исполнительной власти. Два-три месяца блокирует работу исполнительной власти. Нужно было выдвинуть кандидата. Два месяца не выдвигал ничего. Потом выдвинул и при этом попросил не голосовать. Один раз открыто, второй раз коллега не даст обмануться. Лично в коридоре калуарно, понимаешь, сделали это. Хорошо. При этом, при всем блокировали российский кредит, получение денег. При этом, при всем блокировали вакцины. Если кто не помнит, я напомню, как это делалось и с каким упорством это делалось. Дальше. Сегодня сидим здесь четыре часа уже почти. И обсуждаем один вопрос. Вместо того, чтобы за полчаса решить вопрос и позволить правительству дать инструменты им для работы. Это проблема. Я не понимаю одного. Если коллеги справа хотят досрочные выборы, во-первых, скажите это. Скажите, что мы хотим досрочные выборы. И вам все равно на 47, 50, 52 человека в сутки, которые умирают. Так и скажите тогда, людям будет понятно, что один ваш мандат будет стоить 300-400 смертей. Один мандат будет стоить 15-20 тысяч инфицированных граждан Молдовы. Будьте честными. Понимаете, когда коллеги говорят о том, что мы предлагали комиссию для того, чтобы здесь в парламенте создать, вот по центру. Кстати, опять вышел. Тогда же, помните, в повестке дня была эта комиссия. Господин Филипп, вы же вышли из зала, не хотели голосовать. О чем вы говорите? Дальше. На сегодняшний день сложилась ситуация, при которой правительство, грубо говоря, идет против танка с лопатой. Ну как так можно? Как они могут работать, когда у них нет инструмента? Но при этом все их критикуют. Все виноваты в этом правительстве. Только одни правые и самые правые. Коллеги, так быть не может. Нам надо всем объединиться для того, чтобы с этим справиться. Платформа пандемии, это наша обязанность объединиться всем. Вот коллега Вовк высказал опасения по поводу того, что президент издал указ о применении армии, но сама не знает, что с этим делать. Коллега Вовк, я разделяю ваше беспокойство. Если этим людям дать в руки автомат, они же поубивают всех. Это же уже очевидно. Дальше. До этого мы принимали в парламенте разные решения без авизов. И господин исполняющий премьер-министр сегодня сказал об этом, отметил. Голосовали за пенсии, за проект на базе женской платформы, который был разработан, уважаемые нашими женщинами-депутатами. Голосовали за другие проекты. Но когда-то это заканчивается. Мы не можем подменить собою исполнительную власть в угоду каким-то мандатам какой-то определенной политической партии с маленьким количеством депутатов в парламенте. Но это никуда не годится. С этим надо разбираться. Можно критиковать по-разному. Сделало правительство то, не сделало правительство это. Но сегодня у правительства нет полномочий. Не дадим им полномочия, уважаемые господа из партии с 15 мандатами. Все смерти разделите на каждого из вашего депутата. И отвечайте перед людьми, когда они спросят. Потому что мне иногда кажется, извините, что пока кто-то в этом зале не умрет, не дай бог, конечно. Единства здесь в вопросах борьбы с пандемией не будет. Потому что легко рассуждать. Ой, у меня сосед умер. Ой, вы понимаете, как тяжело. Каждому из вас обращаются граждане. Помогите, пожалуйста, устроить человека в больницу, потому что нет места. И ты думаешь, дай бог, чтобы его директор взял в коридор. Я за реанимацию молчу. У каждого же такая ситуация была. Почему сейчас не можем с этим объединиться? И это проблема. Коллеги, в 2019 году у нас было зарегистрировано 39 416 человек, которые умерли. Это по 100 человек в день. Сегодня умирают 50 человек в день только от пандемии. И для вас это не аргумент. Но если не аргумент, так продолжайте убивать граждан нашей страны в угоду ваших мандатов. А сегодня плюс 50. Коллеги повторяют. Нужно объявить войну всем ковиду. Не сидеть здесь в кабинетах, а выйти в районы и спросить, что происходит. Выйти в районы и поговорить с людьми. Только тогда мы можем что-то решить. Нет системы на пределе. О цифрах говорили многие по-разному, но все правы. Цифры страшные. С этим надо разбираться. Врачи скоро убегут, потому что устали смотреть, как мы здесь с вами ругаемся, а институт президента нарушает конституцию и говорит во всем виноваты. Кто угодно, только не я. Такого не бывает. Надо иногда ошибки признавать. Это вообще полезно для развития, для личностного роста. Дальше. Мы вводим чрезвычайное положение не для того, чтобы кого-то ограбить, не для того, чтобы ущемить каких-то депутатов, для того, чтобы правительство могло работать. Точка. Не путать это. Отберем, не отберем. Никто это не будет делать. У депутата есть функция контроля. Контролируйте. Выйдите. Один раз испачкайте ваши туфли. Но посмотрите, что делают люди. Онлайн образование. Если младшие классы учатся дома, то родитель должен быть с ним. Он не может быть иначе. Кто ему должен за это платить? Он же кушать что-то должен. Правительство имеет возможность выделить деньги? Не имеет. Но при этом кто-то прав правее. Дальше. Необходимо оказывать помощь экономическим агентам, патентообладателям, крестьянским хозяйствам. Сейчас вот весна. И другим экономическим агентам это все нужно делать. У правительства есть рычаги? Нет. Но опять виноваты они, опять виноваты социалисты. А подорожание, которое при Санду происходили, масло с почти 40 лей подсолнечное стоит. Напомнить вам? Такого при Дадоне не было. Или солярка? Такого тоже не было. Понимаете? И вот ваша заслуга. И вы говорите при этом. А правительство в конце концов может принять по ценам ситуацию. Уважаемые коллеги, повторюсь, мы на войне. Нам необходимо объединиться. И тот, кто сегодня выступает против чрезвычайного положения, тот выступает за пандемию. Продолжение следует...